Салют! Ежегодный конкурс на лучший благоустроенный квартал и лучший образцовый дом. Жильцы должны бороться за культуру, поведение, чистоту и все, что отвечает на критерии конкурса. Я думаю, что вы видели на некоторых домах нашего города таблички с надписями «Лучший микрорайон», «Образцовый дом» или «Подъезд», «Самый благоустроенный двор». Если есть желание, можно прогуляться по дворам нашего города и убедиться самим, что жильцы своими силами украшают площадки в преддверии праздника. Выглядит это очень красиво. Вон в дереве под усольем бабушка в этом году в одиночку слепила десятки снеговиков из снега. Но есть и такое, что омрачает немного праздник. А что может выглядеть некрасиво? У меня есть кое-что. Красным карандашом надпись «40 дробь 17», что на учительском языке означает 40 орфографических и 17 синтаксических ошибок. Удалили, но казание таким образом принеты и другие слова. Но не все дружат с русским языком, скажете вы, что зря сделаете. Но как вы отреагируете, если узнаете, что вовсе не ученик, а учитель допустил такие ошибки? Написала учительница отчет о работе за год с третьим классом, а в итоге ее пристыдили и перевели в школу номер 6 в поселок имени Куйбышева. Чувствуете, как ситуация заиграла другими красками? В общем, каким был этот день в прошлом, вы и сами увидели. Рекомендую заняться будущим. Составьте себе планы на 2019 год. Чего хотите достичь? Куда съездить? И все в таком духе. Только пишите без ошибок. Всем праздника. Увидимся завтра.